Я вас приветствую, и вот пришло время снять с себя проклятие, сделав обзор на Обитель Зла. Проклятие. Для тех, кто не в теме, на все остальные фильмы и мультфильмы я уже сделал обзоры. Вот, у меня на канале даже есть соответствующий плейлист. Поэтому давайте без лишних промедлений перейдём к делу. Давай, сделай это. Хорошо. О, вы сменили кабинет? Да. Это временные трудности. Итак, начинается проклятие с небольшого вступления, где нам кратко рассказывают предысторию страны, в которой будут разворачиваться события фильма. Начинают предысторию издалека, аж с развала Советского Союза. Но, судя по видеоряду, путают его с падением Берлинской стены. Ну, или, может быть, это я что-то путаю. Но, так или иначе, в параде суверенитетов участвует и интересующая нас выдуманная Восточная Славянская Республика, в которой, с приходом капитализма, власть оказывается в руках олигархов. Вследствие чего разгорается гражданская война, а затем борьба за территории, богатые ценными ресурсами. А у вас, возможно, возникает вопрос, а при чём тут Украина? Да, при чём тут Украина? Вот при чём тут она? Да вроде ни при чём. Но если бы в фильме фигурировал полуостров на букву К, я бы подумал, что японцы в 2012 году что-то знали, и этим фильмом хотели кого-то предупредить. Но, походу, они просто удачно ткнули пальцем в небо. Причём же тогда тут обитель зла? А всё дело в том, что кто-то начал использовать хорошо известное нам биологическое оружие в гражданской войне. И для разбора полётов в СССР был прислан Леон, который проходит миссию по стелсу и остаётся незамеченным в самой гуще событий, до тех пор, пока ему не звонит бывшая. Возьмите трубку. На самом же деле, его беспокоят из штаба, чтобы сообщить, что его миссия окончена, и ему бы надо двигаться до точки эвакуации. Но это не отменяет того факта, что звонок из штаба в любой момент может его подставить. Он бы тогда хотя бы рингтон прикольный поставил, чтобы в случае звонка в неподходящее время умереть с музыкой. Неизвестно откуда, поеду, поеду... Выдвигаюсь на позицию. И да, разговаривать нужно обязательно так, как будто ты фанат Стартрека, подсвечивая своё лицо для снайпера. Короче, скрытность, уровень, цыганская свадьба. Тем не менее, Леон остаётся никем не замечен и отказывается эвакуироваться, потому что... А у нас ещё здесь дела... И поспешает на встречу с информатором, который что-то совсем плох. Но Леона это мало волнует, он даже пытается шутить на этот счёт. Старшила. Я дровосек. Можешь говорить? Похоже, Старшила не важны, собеседники. Блин, Леон, наверное, твоего информатора не жена с калкой избила за то, что он заначку пропил. Наверное, это как-то связано с выполнением миссии. Наверное, это случилось недавно. Может быть, даже прямо на этой парковке. Я пчеловод. Пчеловод? Я пчела. После этих слов на Леона нападает Лизун. Леон долго с ним церемонится, в догонялке играет. А не получишь, а не получишь. Ля-ля-ля-ля-ля, не получишь. А потом случается бум. И вот Леон всирает несчастному Лизуну. Но ему везет, как утопленнику. Его спасает какой-то повелитель Лизунов. Таким образом, наш натуральный блондин попадает в член к пипен... В член к чечен... В плен к чеченцам. Мы солдаты. Есть здесь кто? Проверь внизу. Здесь чисто. Здесь там, там, там веселей, в доме чисто, в два раза быстрей. Короче, пипенцы эти являются повстанцами. Борцами за свободу, независимость и вот это всё. Они очень не любят американцев, потому что Вашингтон сотрудничает с правительством ВСР, с которым эти повстанцы и воюют. И как ироничная насмешка над всеми теми, кто во всех бедах винит капитализм и, в частности, Америку, один из повстанцев, большой поклонник всего американского. Америка такая круть! Он даже имя себе придумал максимально американское. Я Джай Ди. А это по-русски? Да. В Америке явно в сто раз веселее, чем здесь. Нет? Я думал, вы ненавидите Америку. Конечно, ненавидим. Но американские товары – другое дело. Но, тем не менее, War Thunder сделали не они. А это, на секундочку, лучший, бесплатный, многопользовательский военный экшен, где каждый из вас сможет взять под управление одну из сотен различных единиц боевой техники, будь то самолеты, танки, корабли, вертолеты, и устроить дестрой на более чем 50 различных картах, многие из которых воссоздают реальные поля сражений Второй мировой войны. И все это в лучах крутой современной графики с высокой детализацией и яркими эффектами, которую, впрочем, потянуты старые компы благодаря идеальной оптимизации. В War Thunder отсутствуют привычные очки здоровья и регенерация. Балом правит уникальная модель повреждений, когда урон зависит от типа орудия, снаряда, точки попадания и множества других параметров. Вы сможете обездвижить вражеский танк, прострелив ему гусеницу, или отправить в крутое пике самолет противника, лишив его крыла. Благодаря же наличию War Thunder трех режимов, аркадный, реалистичный, симуляторный, игра подойдет и тем, кто хочет расслабиться за парой каток после работы, и тем, кто любит хорошенько припотеть, буквально прочувствовав шкурой реалии боевых действий. Качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получайте крутые бонусы. Тем временем у президента ВСР, в качестве которого выступает Наталья Пок... Светлана Беликова. Светлана Беликова проходит совещание с высшими чинами. На это совещание подваливает и Ада Вонг под видом... Следователь комитета по защите от биотерроризма ООН. И помимо фейковой должности у нее, конечно же, есть фейковое имя. Меня зовут Эйда Вонг. Да, даже имя Джеймс Бонд звучало бы не так палевно. В общем, она рассказывает про то, как можно управлять так называемым БОО. Последние технологические прорывы позволяют установить между человеком и БОО связь типа хозяин-раб. Ну а действие переносится обратно в подвал, где начинается экшон. Непрекращающийся кашель атамана привлекает внимание военных. Они врываются в помещение, а далее все развивается по сценарию, когда... От «у нас все под контролем» до «мы получаем пизды» – один шаг. Другими словами, военные разлетаются, как кегли в Большом Лебовске. «Вниз! В отвале кто-то лезет! Стреляй! Стреляй! Стреляй!» «Побежим!» «Повстанцы забирают своего зараженного деда и дают дёру по тоннелям, забыв про Леона». «Погоди! Где американец?» «Погиб, наверное». Не-е-е. Походу, Леон умрёт только вместе с игровой индустрией. Молодцы, наконец, понимают, что атаман больше не жилец и... «Не попал!» «Хуй тебе!» После чего разделяются. Один идёт с кем-то встретиться, а другой – в точку сбора. И если у первого с выходом на поверхность, как у Грабойда, всё чики-пуки, то второй встречает заражённых и применяет тактику подождать Леона. «Ты меня совсем за дурачка делаешь?» «Какой ёптать?» «Думаешь, мне нужно обрезание?» Тогда тебе стоило бы взять болторез, потому что яйца у меня железные. В общем, Лёня опять делает всё сам. Джей Ди ему помогает только найти выход. «Хм, всё как в моём старом дворе». «Даже на секундочку представил, как у себя во дворе, сижу на детской площадке, играю с друзьями в песочнице, в пиво, и вдруг из-под земли вылазит Леон». Но боюсь, что в мирное время такого произойти не могло. Поэтому вместо меня с друзьями и пивом Леон с Джей Ди видят, как заражённые щемят вояку. «Что происходит?» Ага, Леон. Это ведь не тот случай, когда... «Каждый спасённый человек – это минус один зомби». «Беременна в 16». Ну или «мама, папа, я – заражённая семья». Понаблюдав за представлением, эти двое отправляются в церковь. Потому что это, типа, самое безопасное место. Там даже кто-то от нехер делать зажёг все свечи. Туда же заваливает Бадди. Так его зовут. И... Ломает руку об лицо Леона. А потом говорит Джей Ди, что хочет заменить Атамана. Ну, то есть, стать пчеловодом. Потому что, судя по творящемуся на улице... «Наше действие сегодня – путь страны в будущее». Остаётся только пообещать, что в ближайшие пять лет вы войдёте в число крупнейших экономик мира. Ага. В общем, он уходит. А Джей Ди, обеспокоенный планом своего друга, отпускает Леона. И просит его остановить Бадди. А ещё рассказывает, как тот до жизни такой докатился. Блин, жёны и дети в этих анимационных обителях зла, как шерифы в поворотах не туда, долго не живут. А вообще, это, конечно, мощно. Одна и та же мотивация в трёх фильмах. Казалось бы, такая нехилая сюжетная конструкция из международного конфликта, гражданской войны, вируса. А в итоге, всё свелось к тому, что... А у него жену с детьми убили. В противном случае, он бы и жопы от стула не оторвал. Ладно, впрочем, не из-за маленькой же учительской зарплаты ему становиться чегеварой. Короче, Леон бежит на ту подземную парковку, где первый раз опиздюлился. Находит там пустой чемодан с аппаратом для инъекций и встречает любовь всей своей жизни. Из-за которой он не пошёл больше нырять с Анджелой. Дурак. Их разговоры ясности никакой не вносит. Ада лишь подкидывает дров в огонь по юношески горящего сердца Леона. На чём мы остановились той ночью? Когда продолжим? В любое другое время. И сваливает с помощью своего динамо-крюка, оставляя пацана в глубокой френд-зоне. Сука! Ничего не добившись, Леон возвращается в церковь, которую окружили люди, пришедшие помолиться. Но их не пускают внутрь, потому что внутри заражённые. Леон пролазит вне очереди и видит печальную картину. Все мертвые. Ну, кроме Джей Ди. Который, судя по виденному ранее, по-любому сражался как лев. Но даже если и так, ему всё равно не удалось избежать процедуры рот в рот. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. В этот же момент в церковь заваливается Бади. Знаешь, а у вас с Леоном просто нереальные тайминги. Вы даже на свои похороны опоздаете. Паразит в теле Джей Ди после долгих поисков таки находит что-то похожее на мозг. И завладевает им. Знаешь, мне было плевать на независимость. Я просто хотел зажигать с тобой и с друзьями. Знаешь, мне было плевать на независимость. Я просто хотел зажигать с тобой и с друзьями. Джей Ди теряет голову. Я хотел показать тебе Америку. Значит, как с Анджелой понырять так нет, а как Джей Ди Америку показать так пожалуйста? Далее Леон пытается вразумить Бадди, но тот намерен идти до конца. Их разделяет падающий потолок, как это часто в жизни бывает. И вот Бадди на рассвете уже штурмует дворец президента. На конях. На тройке коней. Постовые, конечно, тупые. И в условиях гражданской войны, борьбы с терроризмом и разгула зомби-вируса, наконец, не расхерачивают коней на подъезде, а решают проверить, правда ли Юрий мед им привез. Но их атакуют неправильные пчелы. Тем временем президентша раскрывает аду. Ни за что не угадаете как. И еще одно. Относительно Эйды Вонг. В комитете нет сотрудника по имени Эйда Вонг. Да. Как я уже говорил, она участвует в секретных миссиях под своим настоящим именем. Прячется, так сказать, на видном месте. В связи с новыми обстоятельствами, чайную церемонию приходится прервать. Оказывается, что Ада не единственная в этой комнате, кто знает каратэ. Значит, правду говорят, что ты бывший инструктор. Бывший? Я и сейчас инструктор. Ну так, проинструктировала бы своего секретаря-охранника. А то он как только пистолет проебал, так сразу испарился. В общем, в процессе драки Ада изо всех сил пытается светануть нижним бельем, но все время что-то мешает. Оу. Ну. Почти-почти. Правда, с выходом ремейка это уже не имеет значения. На ютубе в открытом доступе лежит прохождение за полностью обнаженную Аду. Но вдруг раздается звонок. Из-под стола вылазит мужик и делает свою работу. Ада пытается укувыркать отсюда подальше, за новым лифчиком, но двери закрываются, и комната едет вниз. Ну вы знаете, обитель зла и подземелья созданы друг для друга. Остается только смириться с тем, что такие вот коммуникации во дворце Советской Республики – это норма. Ко дворцу на автопатии подваливает Леон. Непонятно только, почему он так долго ковылял сюда. Солнце практически в зените. Но со спуском вниз у него таких трудностей не возникает. Вот он только что висел на дверной ручке и вглядывался в бездну. Как вдруг он уже внизу. Возможно, ручка все же не выдержала. Тем временем в себя приходит Ада и замечает, что ее досматривал... Охранник. Дикси. Бездари. Даже не обыскали. Она делает вот так. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. Эти двое встречаются на каком-то складе хищников и находят здоровенный улей с чумой. Ты внутрь заглядывал? Это чума. Леон не очень впечатлен и вообще он теряет самообладание при виде девчонки, в которую влюблен и начинает неловко с ней заигрывать. Что ты делаешь? Работаю. Не волнуйся. Я волнуюсь. Но тут появляется президентка с кучей мужиков в третьих шлемах и своим помощником. Только я не совсем понимаю, зачем он ей, ведь здесь нет телефона. И вдобавок, как только заваривается каша, он опять теряется без следа, как будто и не было его. Леон берет в заложники президентессу. Ее выражение лица как бы намекает «ща будет мясо». И оно случается. После короткого махача Светка одной рукой отшвыривает Леона, как пушинку, и приказывает бойцам его расстрелять. Нет, бойцы на самом деле никакие не бойцы, а сварщики. Поэтому Леон без единой царапинки сваливает. Вдруг приходит лифт, полный лизунов, и мясо продолжается. Популяция сварщиков стремительно приближается к нулю. Лизунами, как несложно догадаться, управляет Бадди. И он совсем озверел. Ни чужих, ни своих не жалеет. Леон, будучи хорошим ударником, и в борьбу может, но только с автоматом. Но как бы Леон не изничтожал лизунов, их, как голов у Гидры, становится только больше. Тем временем президент Тутко уже спряталась за непробиваемым стеклом, вместе с откуда ни возьмись появившимся помощником. Если бы не тот эпизод с пистолетом, я бы подумал, что он просто плод её воображения. Но хуй с ним. Глава государства уезжает на лифте, а наши дрочуны остаются наедине с двумя хитманами-переростками, которым лизуны всё равно, что назойливые комары. Но лифтов в этом подземелье больше, чем в твоей панельной многоэтажке, и работают они лучше. Ну или в принципе работают. В частности, потому что диспетчером подрабатывает ада. Короче, пацанам удается выжить в схватке с хитманами, только объединившись. В итоге лифт с лысыми устремляется ко второму дну, или в страну чудес. А пацаны лезут наверх. И по ходу, к тому времени, когда они вылезут, там будут идти финальные титры. Но нет, на поверхности их ждёт ещё одна лысая башка, и пирожков от неё не дождёшься. А вот за пиздюлями к нему даже идти не надо, он сам принесёт. Бадди натравливает на него своих бесконечных питомцев, и лизунов уже как-то даже становится жалко. Я бы даже взял одного на передержку. Впрочем, взрывают они таки лысого, отчего он только злее становится. Скидывает с себя одеяние, рубает в капусту ещё пару лизунов, ловит рукой ракеты, но дерётся один хрен не лучше Светки. Ну, то есть, если Светка кинула Леона одной рукой, то лысый должен был его вообще отправить на луну. Но нет, Леон как об стенку мешок с горохом. Бадди опять натравливает на тирана своих псов, которых он сам походу рожает. Пока они развлекают здоровяка, Бадди садится в БМП и таранит его. К веселью подключается Леон. Пытается взять на мушку лысину, в результате чего бьёт и без того рассерженного тирана по уху. Ухи! 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 Но тут прибегает последний лизун, который не иначе как пописать ходил. И всё. Ты знаешь что? Вы опять проиграете. Но скинхеды по одному не ходят, поэтому у наших ребят проблемы продолжаются. Столица подверглась мощной террористической атаке. Фильм же переключается на президент Теллу, которая готовится обратиться к народу. И всё только ради того, чтобы в следующей сцене показать, как эти двое уже сидят у фонтана, а тираны идут к ним медленным шагом. Это вопрос времени. Ага. А время-то понятие растяжимое. Леон собирается посадить тирана на перо, но приходит поддержка с воздуха. Зло повержено. Мадам президент, нас атакуют русские и американцы. Так, стоп. Вот до этого момента всё выглядело более-менее реалистично. А вот сейчас что-то совсем фантастика попёрло. Россия и Америка вместе на кого-то напали? Россия не поддерживает диктаторский режим? Чё бля? Короче, военные двух стран входят в Польшу. Ой. Восточную Славянскую Республику. Как вежливые люди реагируют на заражённых, нам не показывают. Ну и хрен с ним. Бадди хочет застрелиться, но инициативу перехватывает Леон и простреливает ему позвоночник, чем убивает Лас Плагас. И Бадди становится счастливым колясочником. Для поддержания мира Восточнославянской Республики будет назначено Российско-американское временное правительство. Российско-американское правительство? Ой, фильмы, ну прекрати, пожалуйста. Светлана Белякова ушла с поста президента. Действительно, суровое наказание для президента-убийцы. Ну и ещё. Ада умудрилась вытащить из того улья одну колбу, которую она, видимо, оставит себе. Вот и всё. Значит, Добби теперь свободен? Да, Добби свободен. Свободен и я. Ага, конечно, свободен. Обзор два раза в месяц мне запили. Ага. Да. Да. Ага.